МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершил работу и зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи. Шуховская башня, она всегда какой-то была родной, родной, любимой. Сто лет исполняется легендарной Шуховской башней на Шаболовке, 37. Поскольку это не так часто играется, это будет интересный момент, и они запомнят. В сочинении Рихарда Штрауса исполнил Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением ПАВО ЯРВИ. 15-й зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи завершен. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Финальным аккордом стал концерт, в котором по традиции принял участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр, собранный башметом из музыкантов, который представляют более чем 40 городов России. Дирижировал коллективом не только сам маэстро, но и Николай Цинман. Фестиваль искусств в Сочи длился 12 дней. За это время представили несколько мировых премьер. Мне кажется, фестиваль прошел очень насыщенный, очень дружеский, взаимный и очень творческий. И мы это ценим, надеюсь, что вы это тоже цените. Поэтому уже будем готовиться к 16-му. Шуховской башне 100 лет. Ее новаторская конструкция вдохновила Алексея Толстого на создание романа «Гиперболоид инженера Гарина». В середине прошлого века Шуховская башня стала официальным символом советского телевидения. О том, как ее строили, расскажет Станислав Анисимов. Своё столетие башня на Шаболовке встречает благодаря своей выносливой, легкой и прочной конструкции. Ее архитектор Владимир Шухов придумал, увидев перевернутую вверх дном плетеную корзину. Прямые стальные балки, размещенные под наклоном, скручиваются вокруг горизонтальных колец. Гиперболоид вращения лег в основу каждой из шести секций будущей радиовышки. Такая пространственная структура, она наибольшим образом сопротивлялась нам ветру. То есть наименьшее количество металла требовалось на эту конструкцию, при том, что ее эксплуатационные качества были очень высокие. Шухов разработал и оригинальный телескопический метод монтажа конструкции. Каждая секция собиралась на земле, внутри башни, а затем при помощи тросов поднималась на нужную высоту. Авария произошла при подъеме четвертой секции. Архитектор получил приговор. Условный расстрел. Без Шухова башню просто не достроили бы. Любимым занятием Шухова было вращение колец цилиндра относительно друг друга. Ему было важно уловить глазом. Оптимальный момент для создания гармоничных пропорций. Технарь, математик, он сделал абсолютно четкий, точный расчет. Он стал архитектурным шедевром. Настолько точно, прочно и красиво, что эта башня стала на долгие годы данная сейчас символ конструктивизма. Строительство башни на Шабловке было закончено в феврале 1922-го. А в эксплуатацию ее ввели в марте. В здании Варваринского сиротского приюта расположилось радио, а с конца 30-х телестудия. Отчего, отчего, отчего так хорошо, от того, что ты мне просто улыбнул. 62-го года и по сей день телезрители видят этот знаменитый ракурс Шуховской башни в оформлении студии «Голубого огонька». Радио башни Шухова стало одним из символов телевидения. Калерия Кислова работала режиссером на Шабловке с 1961 по 1967 год. Приехав в Москву из Новосибирской области, Калерия Венедиктовна в незнакомом городе ориентировалась именно по башням. Шуховская башня, она всегда какой-то была родной. Родной, любимой. Может потому, что с ней встреча произошла в молодости. Встретить сетчатые гиперболоидные конструкции по патенту Шухову можно и в России, и в других странах. Всего было построено более 200 башен. Не все сохранились до наших дней. Опоры, линии, электропередач, маяки и водонапорные башни. У каждого сооружения своя функция. У башни на Шабловке антенны демонтированы. Она больше не передает телесигнал, хоть и принадлежит российской телевизионной и радиовещательной сети. С 2016 года внутри башни установлена подпорная конструкция, которая частично снимает нагрузку на каркас. Свободного доступа к Шуховской башне нет. Это видео было снято летом прошлого года. Видно, как коррозия разъела памятник архитектуры. За все время существования башня ни разу полноценно не реставрировалась. Башня не упадет, это очевидно. Но мы потеряем ее оригинальную конструкцию, ее оригинальный материал. То есть это уже будет, по сути, видимо, не реставрация, а реконструкция. Какой будет Шуховская башня через год? Вопрос открытый. Сегодня жители столицы называют ее кратко, но емко. Выжившая. Станислав Анисимов, Елена Черняк, Александр Подкоха. Новости культуры. Концерт в честь юбилея Ларисы Гергиевой прошел в Мариинском театре. Новости культуры. Народная артистка России Лариса Гергиева – вокальный концертмейстер с мировым именем. Более 20 лет она руководит Академией молодых оперных певцов Мариинского театра. Ее выпускники выступили на концерте вместе с участниками международных вокальных конкурсов, которые возглавляет Лариса Гергиева. Спасибо вам большое за прекрасную школу, которую вы написали. Мы много лет с Ларисой Гергиевой связаны. Ни один спектакль поставили и в Мариинском театре, и в Осетии, в Северной Осетии. Причем не просто спектакли, а такие масштабные, да, помните, шедевры. Шедевры Аида, Джузеп Вердия, Евгения Онегина. Впереди у нас тоже большие планы в этом театре. Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступил в зале Чайковского. За дирижерский пульс встал Паво Ярви. В программу вечера вошли сочинения Рихарда Штрауса. Репортаж Марии Трофимовой. Один из выдающихся режиссеров современности Паво Ярви после долгого перерыва вновь в Москве. Работу именно с молодыми музыкантами считает своей главной миссией. Я очень-очень полюбил ваш оркестр. Они прекрасно играют. Они очень-очень милые люди, хорошо подготовленные. И они по-настоящему душой играют. Штраус – это музыка, где можно показать, все возможности оркестра. Рихард Штраус – один из крупнейших композиторов рубежа 19-20 веков, чьи произведения буквально впитали и отразили жизни события того периода. Его музыку, богатую палитрой партитуры, полную экспрессии, чувственности и идеализированной красоты исполнители считают сложной. Некоторые называют даже идеальной математической задачей. Этим вечером монографическая программа из сочинений Штрауса в первом отделении фрагмента из балета «Легенда об Иосифе», скомпонованные и отредактированные самим композитором в 1947 году. Это произведение – один из двух балетов Рихарда Штрауса и в мире, и в России, исполнялось и ставилось крайне редко. Не ставят часто как балет, больше играют как в оркестре суету, но это тоже мало нравится. Оперному оркестру очень трудно это сыграть. Интересно немножко открывать репертуар и показывать, что есть еще хорошая музыка. Написанная Штраусом в 1915-м «Альпийская симфония» – последнее произведение, созданное в жанре симфонической поэмы для огромного состава музыкантов – почти 130 человек. Невероятно красивое и сложное в исполнении для всех групп инструментов состоит из 22 эпизодов. Сюжет композитор написал по воспоминаниям о своих путешествиях в Альпы. Первоначально название было несколько другое. Называлась симфония «Антихрист» – «Альпийская симфония». И это было связано с трудом Ницше. И в этой связи уже симфония приобретает черты философского труда. И путь подъема в горы и спуска символизирует человеческую жизнь. Удалось погрузиться в атмосферу этого произведения так, чтобы это звучало как большое путешествие, как, собственно, и написана «Альпийская симфония». Для российского молодежного национального оркестра не первая встреча с произведениями композитора. Музыканты исполняли его сюиты из оперы «Кавалер Розы», концерт для Габоя. Знаменитая симфоническая поэма «Веселые проделки» Тиля Уллиншпигеля в нынешнем сезоне вошла в репертуар. И этот концерт – продолжение погружения в сложный и прекрасный мир музыки Рихарда Штрауса вместе с Пао Ярви. Мария Трофимова, Игорь Горбачев. Новости культуры. Ушел из жизни радиоведущий, народный артист России Виктор Татарский. Ему было 82 года. Татарский вел на радиопередаче «Музыкальный глобус». Запишите на ваши магнитофоны на всех широтах. На телевидении он был ведущим цикла программ «История одного шедевра». Выступал как чтец, озвучил для советского проката фильмы «Восемь с половиной», «Амаркорт» и «Кабаре». С 1967 года Виктор Татарский был автором и бессменным ведущим программы «Встреча с песней». Как он это говорил, как он это рассказывал, так как он их представлял, так как он нам дарил эти песни. Дарил многим людям, которые, может быть, эти песни и не знали, и благодаря ему узнали и полюбили. И вот голос его просто, знаете, как какой-то рупор советской песни, сердце советской песни, совесть советской песни, душа советской песни была в его представлениях, в его рассказах. К другим темам. Выставка «Культура без границ» проходит в Петербургском этнографическом музее. Она посвящена столетию образования Карачаевой Черкесской республики и знакомит с культурой народов, которые издавна живут у подножия Эльбруса. Ольга Скрипкина продолжит. Нрав народов в силуэтах национальных костюмов, в строгих линиях мужского, мощь и ловкость. Папаха из овчины, черкеска из шерстяного сукна. Берется так в классике, в традиции, в объяснении, значит, отрез одежды примерно 12 локтей в длину, значит, и два локтя в ширину, перегибаясь пополам и начинается кройка. Шить девушек учили с детства. К 12 должна была ловко владеть иглой. Тогда разрешали делать узоры дорогими золотыми нитями. Кошельки, пояса, мешочки. Приданное на свадьбу ведь замуж брали не просто красавицу, в первую очередь мастерицу. А так выглядел карачаевский женский костюм. Он подчеркивал силуэт и был украшен вышивкой с золотыми нитями. Кстати, таким богатым нагрудником могла похвастаться далеко не каждая девушка. Центральную часть платья заказывали у известных мастеров. Стоило только девочке появиться на свет. Высота платформы 25 сантиметров. Это не парадная обувь, повседневная. Поднимала выше над степной пылью и показывала положение владельца в обществе. На выставке около 300 артефактов рубежа 19-20 веков. В каждом искусство местных мастеров. Тонкий вкус хозяина и богатые традиции Кавказа. Добро пожаловать к очагу, главному месту в жизни народов Северного Кавказа. Не просто кухонная утварь. За каждым предметом история, обычаи, приметы. Это щипцы, которыми передвигали угольки и так далее. Но с ним тоже невеста делала различные манипуляции. В зависимости от того, с какой стороны она положила щипцы, она показывала свое отношение к новой семье. Доступ в сокровищницу перекрестка культур открывают на два месяца. Большинство экспонатов посетители увидят впервые. Ольга Скрипкина, Роман Чуэ, Андрей Романов, Вести, Петербург. Этот выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok